всем привет ютубу привет очередной раз как речь пойдет о печке брениран галерьян кто как ее называет но у меня написано брениран значит в чем проблема печка дымит но дымит не так да допустим она там горит или прикрыта вот я вчера уходя вот так вот ее закрыл чтобы было понятно вообще перекрыл но там сейчас мы увидим дальше сегмент вырезан то есть как ты ее не закрывай полностью зато возможно но юмор чем вот я открываю полностью здесь открываю все здесь скажем печка дрова прогорели уже на тепла не дает я что холодно да вот они мои дровишки мне их надо подкинуть я потихонечку открываю вот открыл вот так уже сюда отсюда начинает идти дым вот мне это честно говоря не нравится а понять причину почему я могу вот сейчас я решил ее взять почистить там какие-то есть еще он у нас еще дымоход попытаюсь почистить прочистить насколько это мне удастся это будет возможно тут от отверстий пару штук есть в этих труб вот попытаюсь их прочистить ну а потом пробую если не получится ну не знаю что будет конце концов вот я попытаюсь снять эту кино что может кто-то с этим сталкивался может кто-то не сталкивался столкнется потом печка у меня куплено в десяти пятом году то есть уже ей говоря один лишним лет двенадцатый год идет я и в начале года букву после нового года купил в первых числах то есть уже как говорится рок хороший ну как бы есть еще одна печаль когда у нее иногда на погоду она гирует и плохо разговаривается то есть я пытаюсь ее тут разжечь она спала с третьего раза только начинает гореть вот ну я так понимаю бывает давление высокая низкая тогда ну что прежде чем значит дымах у меня считаю что он чистый не так давно прочищал я его вот здесь сейчас посмотрим по нагару все почти поблистим посмотрим что тут есть что можно почистить как ее можно тут или нельзя обслуживать ну в каком состоянии и попытаюсь сделать воды вот для чистки у меня тут потучек вот таких вот я сделал самопальных шкрябалочек вот еще одна такая ну это из того что как говорится было вот что-то у меня валяло такое тут я просто взял обрез форме и вот можно спокойненько цепляю все чистить убирать вот для этого у нас есть парно обученное ведро почему металлическое объясню что иногда бывает особенно зимой когда топишься остаются утром приходишь остаются угли горячие пластиковое ведро сами понимаете прогорит и никому это не ну ладно сейчас я почищу поближе потом посмотрим что дальше вот что я собственно и говорю мы видим и дымок там вьется у нас и есть вот не было подсветки сейчас выключу причем тут подсветка и так видно что он все там слегка дымит то есть есть там еще у нас так сказать задельчик со вчера хотя уже прошло прилично времени я сегодня пришли извиняюсь он два часа вот так вот до сих пор угли ведро уже чистая печка но условно чистая вот сейчас будем посмотреть значит что здесь у нас все чисто все работает здесь почти чисто сейчас отодвинем будем посмотреть ну что я взял разобрал тут печечку переднюю часть открыл смотрим что у нас тут принципе есть чуть-чуть нагарчик как я и говорил даже если вот мы перекрываем полностью хотим того мы или не хотим но у нас вот этот цемент вот остается это на выходе передней части в передней части значит я сейчас тоже вот здесь вот возьму принципе тоже надо почистить ну и здесь смотрим принципе но есть чуть мусорок тут да вот ничего страшного такого здесь днем не час пас вот сколько мусора будет у нас здесь смотрим этот мусор и внизу я периодически точнее периодически а каждый день вот эту часть снимаю выбрасываю мусор вместе чтобы вот аппендицит вот он не набивал грязи ну и так далее вот единственное что еще вот на мой взгляд здесь неправильно здесь от трубы не соответствует диаметру я вынужден вот асбестовыми такими прокладочками как бы выбирать этот момент чтобы не было отсюда подсоса как мне кажется это как бы не есть хорошо ну вот и все так что особо мусора здесь как вы видите нету но уже раз решили писать будем чистить здесь тоже самое вот вид то никакого мусора никаких загрязнений нету вот да ну пыль как бы есть не без этого вот но все чисто вот ну что сейчас надо почистить я возьму пылесос и пылесосом немножечко смыкану тут все это дело и вот тут грязь как есть она никому не нужна вот вот этот хлам тут надо было повыкидывать тут обрезки всякие ошметки то что оставим то что не надо выбросим короче давно пора было уже здесь порядок навести вот он у нас есть специально обученный пылесос по фамилии макита ну и и и и и вот посмотрим что у нас тут тут у нас паутина живут паутина это как бы не есть хорошо а вот тут что тут у нас тоже получается что у нас там паутина вот и там немножко засорено вот и и истинно надо это все почистить это раз это безумно но это со стороны оттуда было от стены вот с лицевой стороны тоже самое как на компьютере то есть тут конечно сильно это не тормозит но тем не менее почистить это надо не надо бы а почищу я это все ну и прибраться видно вот лампочка светит и сколько тут пыли лита ну что займемся приборкой ну что же для начала вот тут навели мы порядок вот пропылесосил здесь ну вот там нагарчик у нас я думаю это как бы ерунда все нам тут не на выставку а вот здесь вот у нас есть такие отделчики носики если сюда пыль мусор попала вот то возможно оно будет мешать правильному горению печки или там еще каким-то режимом ну вот здесь уже чуть-чуть пропылесосил я считаю что этого вполне не достаток хотя сейчас вот здесь тут нашел чуть-чуть пыль вот я думаю надо какой-то взять ежик не ежик и там это дело птюжер и заодно ну вот я собственно на что решил вот здесь два таких отростка мягко говоря писюна вот них есть отверстия вот тут я думаю надо сейчас посмотреть почистить что там чему а вполне скорее всего сейчас заведу компрессор это надо в отверстие и вот в эти воздуховоды продуть да это конечно пыльно но если уж соблюдать чистоту эксперимента вот таких вот длинных ершиков нету чтобы залезть отсюда и вот отсюда снизу чтобы прочистить поэтому придется немножко потерпеть подышать пыль ну а что делать надо же выяснить почему у меня вот эффект идет ну что ж как говорится нервных прошу не смотреть вот конечно пыль немного есть я бы сказал давление обычное ну и самое главное вот эти вещи самое интересное выходит вот сюда вот сюда сейчас посмотрим здесь она она тассирует ну еще раз ну а это вот здесь первый ну вот собственно и все все чисто конечно вот эта пыль летает совсем чисто но ну по большому счету все технологические отверстия как положено чисто а вот то что вот эта пыль так сказать пыльца мелкая я думаю ни на что не влияет ну что еще раз сейчас переворачиваю пылесосом прочищу щеткой для красоты и будем зажигать ну что же как говорили древние греки вуаля вот здесь я сейчас насколько это возможно было вот этими кусочками подзабил вот вроде бы так зазор минимальный вот ну понятно что здесь сос есть здесь здесь все равно подсос воздуха есть все собираем и попробуем потом опять же надо печку растопить чтобы она в режим вошла прогрев потом когда кончается дрова вот я же говорю открываю полностью здесь открываю полностью там и потихонечку приоткрываю дверь и дым и дым идет сюда вывод я считаю что где-то какой-то тяги не хватает но продул прочистил не знаю посмотрим вот я не снимал это почистил почистил и трубу до верха простучал оттуда тоже конечно там напад ну не сказать что там два ведра ну пол ведра то есть прочистил систему и трубу я почистил вот ну я покажу потом там я этот шанкер собирал везде то есть прилично всю почистил вот и посмотрим вот то есть как бы труба почищен печка почищена продута уже решить я не знаю ни на что посмотрим что ж забил я печку тут вот они у нас специальный растворитель в котором мы раскрываем печку 4310 Макс Майер это 2Т эксперимента ну и вот а-ля герку макс Майер так вот это и университет в том Продолжение следует...